Мужское государство запретили и представители этого движения готовы обжаловать это, то есть экстремистским движением названо в России. Я говорю скоро те, кто с кошечками, с собачками там дружат, всякие любители животных и прочие будут также экстремистами. В Новосибирске полицейская, которая участвовала в конкурсе красоты, попалась на наркотиках у нее. Изъяли наркоты, почти 3 грамма, и она сказала, что для собственного употребления. Ну и так, и так, в общем, неплохо. Понятно, что полицейские очень много употребляют наркотиков. Одни из главных потребителей наркоты в России это полиция. То есть, если взять сейчас провести тестирование просто на наркотики, полицейских протестировать, это будет безумие какое-то. Почему этого не хочет сделать Путин, я не знаю. Это удивительно просто. Томский полицейский на гей-сайте знакомств помогал деньги у парня за эротические снимки. Представляете, чем занимаются полицейские томские. Да и не только томские. В общем-то, все полицейские в России занимаются одним и тем же. Они видят, что они обеспечивают власть таким упырям, как Путин. Они охраняют их имущество, они охраняют их право грабить народ России. А поэтому считают, что они вправе сами там что-нибудь, каких-нибудь геев ремонтировать и так далее. Это же называется «Голубой ремонт». Еще с советского периода назывался там, когда геи собирались в Москве рядом с Большим театром. И вот там действовали молодчики, которые назывались «Голубой ремонт». Вот у меня был знакомый один гомосексуалист, я его хорошо вообще знал. И я ему что-то говорил, там у Большого театра, говорю, там ремонтируют. Они, я говорю, там гоняют этих геев. Он говорит, да, есть там такие люди, зовут их «Голубой ремонт». Подумал такой грустный, говорит, отремонтировали они меня на штуку. Ну, тогда это были какие-то космические деньги. Так что, отремонтировали. Видите, вот он тоже ремонтник такой. Эксперт перечислил товары, которые больше всего подорожают к Новому году. Я не буду перечислять. Вы запишите одно только слово. Все. И все. Все товары подорожают. Другого варианта нет у Путина. Пишут, что рекордный рост на овсяные хлопья – это вообще не проблема. Тут не рекордный рост на все. Овсяные хлопья – это рекорд над рекордами. В России дали определение электросамотката. Мы подготовили для них правила дорожного движения. Подготовили для них налоги. Подготовили, а не правила. Правила их совершенно не интересуют. Что интересует, чтобы в России меньше травмировалась, что ли, на дорогах. Да им похеру. У них больше всех травмируется на дорогах. Гораздо больше. Посмотрите, какое количество в Германии машин. Не сравнить с Россией. Какое количество во Франции машин. Вроде население меньше, а машин гораздо больше. А дорог гораздо, Франция маленькая, а дорог асфальтированных во Франции гораздо больше, чем в России. И вопрос такой, а какая разница в количестве погибших. Во Франции 3000 погибает в год, но с небольшим. В Германии 3000 в год. Почему? Потому что, хотя больше машин, больше дорог и так далее. Но цифры такие. Почему? Ну, потому что во Франции огромное количество мопедистов, мотоциклистов и львиная доля трупов, это за счет них. В Германии чуть поменьше. А поэтому и трупов меньше. То есть, вот это вот число, которое я вам говорю, это в основном за счет тех, которые на скутерах ездят. В России их нет вообще, там не ездит никто на скутерах. Ну, там 19 тысяч трупов каждый год. 18, 19, 21 тысяч. Там сейчас я не знаю, какую они цифру рисуют. Они же ее рисуют на самом деле, она выше. В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку. Можете себе представить. То есть, сейчас будет ипотечный кризис в России. Понятно, что люди не смогут платить. Но если заявки на 41% снизились, то столько же там внутри вот этого тела ипотеки сейчас не смогут платить. Почему заявки снизились? Потому что людей денег нет. Потому что люди платить не могут. Но те, кто уже взял эту ипотеку, они тоже так же не могут платить, как и вот те заявки. За счет, кого это снизилось. Вы понимаете. Поэтому сейчас будет ипотечный кризис 100%. То есть, люди не смогут отдавать деньги. Раз они не смогут отдавать деньги, у них будут отбирать имущество. Раз они будут отбирать имущество, значит, это недвижимость, квартира и так далее. Нужно куда-то отдать это. Представьте, вот за ипотеку забрали квартиру. Какие-то еще долги в связи с ипотекой возникли. Двойные, тройные. То есть, кто-то еще перекредентовался. В других банках у них заложены машины, дачи. Там хер знает еще что заложено. То есть, все это сейчас начнут отбирать. Прежде всего, квартиры, машины и прочее. Куда-то это надо девать. Куда? Кому нужны старые машины? Кому нужны эти квартиры в таком количестве? Людей нет денег, они не могут это купить. Они даже ипотеку не могут взять. Значит, будут продавать кому-то. Скорее всего, я ставлю на китайцев. Не только китайцев, но и тех ребят со Средней Азии, которых Путин пытается заманить. Это же тоже задача у них затащить людей, которые могут башлять за что-то. За квартиру, за ту же самую. То есть, они могут работать и платить за ипотеку. Русские уже не могут, а эти еще пока могут. Посмотрим, во что это выглядит. Но большие надежды на то, что будет ипотечный кризис. И в конце концов, это Путин и мыльзитковым. Три региона РФ к концу года откажутся от бумажных экспортов. Конечно, я думаю, что все регионы скоро откажутся. Во-первых, потому что это неудобно бумажный экспорт. А во-вторых, потому что это неудобно Путину. То есть, очень важно для них, чтобы все вообще было на телефончике. И все взяли, выключили. И все, и ты никуда не пришел, не ушел. И так далее. То есть, это кибертирания. Это следующий шаг к кибертирании. Россиян ждут штрафы за неправильное содержание животных. Просто нужно даже это убрать. Последние два слова. Россиян ждут штрафы. Это понятно, что это один из путей наполнения бюджета. Штрафы. Поэтому штрафы будут за все в полном объеме. Россия выдала афганского беженца по требованию талибов. Представляете, какая прелесть? То есть, иными словами, Россия выдала террористической организации Талибан гражданина Афганистана. Еще раз. Россия выдала террористической организации Талибан гражданина Афганистана, которая никакого отношения к Талибану не имеет. Жесть, конечно Вот сейчас он в Дахе Ждет отправки в Иран Эту услугу оказали Некоторые чиновники российского МИД В которых личное отношение с талибами Семья Лизая Очень влиятельная Через племянник талибов Хотят оказать на нее давление Видите, как здорово Субтитры создавал DimaTorzok